1 июня День защиты детей. Это все знают, но в этот же день еще один праздник – Всемирный день родителей. Чтобы порадовать тех, кто тоже когда-то был ребенком, в Бендерском краеведческом музее создали реконструкцию детской комнаты советского времени. Подробности и ностальгия от Олеси Новиковой. Ко Дню защиты детей Бендерский краеведческий музей подготовил выставку советских игрушек. Получилась вот такая детская комната, где на красном ковре куклы, мишки, неваляшки, коляски, лошадка-качалка. Часть игрушек из фондов, но большинство принесли сами работники музея, много лет бережно их хранили. Выставка советских игрушек откроется 1 июня, но малышам из Бендерского детского сада, которые приходили сюда на мастер-класс, повезло увидеть ее первыми. Мальчишек потянуло к оловянным солдатикам невероятно популярная игрушка советских детей, хоть была далеко не у всех. Военные игрушки, коллекцию фигурок, коллекцию оловянных солдатиков нам предоставил наш краевед Юрий Соколов. Это его личная коллекция. Пластмассовые неандертальцы, викинги и солдатики советской армии. Выглядели как импортные, но стоили недорого. Реалистично замахивались, били, рубили, стреляли, а донецкие еще и в воде не тонули. Ну что за воин, если не умеет плавать? Этот мишка в этой коллекции старичок, ему уже больше 60 лет, остальным игрушкам 50, 40, 30, но сохранились они довольно хорошо. Тогда игрушек было очень мало и относились к ним очень бережно, передавали по наследству. Ну и на игрушечных фабриках делали очень качественные игрушки. Удивительный факт о советских игрушках. Прежде чем любая кукла или машинка попадали на прилавок, ее не меньше полугода проверяли. На токсичность, легкая или не острая, какие эмоции у ребенка вызывает. В 80-х годах каждый мальчишка мечтала о большой машине с педалями, а каждая девчонка мечтала вот о такой коляске. И, конечно, у сегодняшних родителей эта выставка вызовет ностальгию. Если привезти сюда своих детей, то можно рассказать о том, каким счастливым было детство мамы и папы, несмотря на то, что тогда всего было мало.